Здравствуйте, сегодня я хочу рассказать о своих пустых баночках, они у меня как-то накопились разом, поэтому сейчас я вам расскажу свое мнение о продуктах, которые у меня закончились. Итак, для волос у меня закончилась вот такая вот пара, шампунь и маска, шампунь это из Азии Спа Фаберлик, увлажняющий шампунь, придающий блеск, и к нему вот такая масочка, укрепляющая маска обертывания для волос. Серия содержит экстракт бамбука, и действительно запах вот такой вот бамбуковый, вот зелень, очень вкусный, приятный запах, мне прям нравится, такой свежий. Я их покупала, несколько штук, потому что мне так понравился запах, но по истечению времени использования я поняла, что от этого шампуня и маски у меня очень быстро жирнятся волосы. Прямо утром я помою, и к вечеру уже все, сосульки, поэтому я как-то их забросила, но все-таки надо было использовать. Также закончилась вот такая вот маска про волосы, серия маска обертывания, восстановления волос и предупреждения их выпадения. Ну, какого-то действия, предупреждения, выпадения я не заметила. Маска, вот все закончилось, имеет такой, ну, не очень приятный, конечно, аромат, причем этот аромат имеет вся серия про волосы. Маска как маска, она такая густоватая довольно-таки, жирненькая. Ну, и опять же-таки, после ее использования мои волосы очень быстро жирнились. Также из серии про волосы у меня закончился вот такой вот крем-нектар термозащита. Так как я и пользуюсь и утюгом, и феном, нужно волосы свои защищать. Надеюсь, что он действительно защищает волосы от этого. Но волосы у меня мягкие, в основном наношу я его на кончике, от середины где-то волос. И главное с ним не переборщить. Буквально там два немножко нажатия, вот, и главное не переборщить, иначе волосы будут как слипшиеся какие-то, грязные. Также вот из Эвраше я брала вот такой вот сеанс. Это пилинг и маска. Маску я еще не использовала, использовала только шаг один, пилинг. Этот пилинг мне напоминает микродермобразию из Фаберлик. По свойствам такие же мелкие, такие настолько мелкие частички, вот, как песочек чистят прям. Но у него очень неприятный запах. Ну, как пилинг, он хорош. Ну, у кого чувствительная кожа, тому я не советую. Вот закончилось у меня вот такой вот гель глубокого очищения от Эвраше. Его нужно использовать утром и вечером. Я так пробовала использовать, и по истечению нескольких дней у меня кожа начала шелушиться. Поэтому я его использовала только вечером, и то не всегда. У него, ну, тоже аромат не из самых приятных, он даже не выдавливается. Можете увидеть, какие там мелкие частички. Он не так, что прям скрабирует, но почему-то кожа вот шелушиться начала после постоянного использования. А так, в общем-то, хорошее средство. Закончился у меня вот такой вот крем, защитный для рук. Это из серии Beauty Cafe, томата базилик. Крем действительно, вот, питательный прям. Но запах у него такой своеобразный. Не каждому понравится. Вот, уже я даже не выдавлю показать вам. Он такой вот густоватый. Впитывается быстро. Но лучше, наверное, на ночь его использовать. Потому что днем такой запах будет как-то это преследовать. Так же закончился у меня вот такая вот крем-маска для кожи. Вокруг на такие неплохое средства за свою стоимость. Стоило, ну, где-то в каталоге примерно в районе 150 рублей, наверное. Но хватает вот этого средства очень надолго. Покупала я уж не помню когда, но прям надолго мне его хватило. Я как-то пожарнее наношу вот в уголке глаз. Раз он заявлен как маска. Хорошее средство. Хорошо уважняет кожу вокруг глаз. Буду брать его еще. Но хочу попробовать из серии Verbe. Она тоже для кожи вокруг глаз. Крем. Закончилась у меня вот такая вот сыворотка для лица. Сияние кожи. Насчет этой сыворотки. У меня какое-то двоякое мнение о ней. Потому что вот оно вроде бы и, вот как встаешь, умылся, да, вот смотришь, кожа лица такая ровная, вроде бы, все здорово. Но по истечению времени у меня начали появляться как-то прыщики. Хотя заявлено, что эта сыворотка должна очищать поры. Вот, ну, не знаю. Легкий осветляющий эффект. Ну, да, стимулирует обновление кожи. Не могу проверить. Придает лицу ровный тон. Да, есть такое. Делает поверхность кожи безупречно гладкой. Нет. Разглаживает мелкие морщинки. Глубоко очищает поры. Морщинки не разглаживает, поры не очищает. Это уж точно. У меня есть второй тюбик этой сыворотки. И вроде бы как на второй тюбик у меня такой реакции нет. Поэтому, я думаю, может быть, мне какая-то не такая досталась. Не того разлива. Так, закончилась у меня наконец-то вот такая вот тональная сыворотка. Идеальное обновление. Мама мне дарила его на Новый год. Поэтому вот сами можете посудить, сколько она у меня уже. Все, я как закончить не могла. Уже и выковыривала, выковыривала. Потому что эта сыворотка не покроет каких-то дефектов кожи. Легкое покрытие. Она не плотно ложится. Таким слоем прям. Вот. Эта сыворотка одного цвета. Она должна подстраиваться под цвет лица. Ну, вроде бы, да, подстраивалась. В общем-то, неплохая. Но я думаю, что за свои деньги как-то дороговато. Итак, остались у меня гели для душа. У мужа закончились вот такие два геля. Один от Эфраше, другой от Фаберлик. Вот этот вот гель муж у меня. Шампунь и гель для душа. Муж у меня использует его в основном как гель. Мне настолько надоел этот запах. Так-то он нормальный. Запах свежести там что-то вот такое вот. Ну, у меня у мужа и туалетная вода, и дезодорант, и бальзам после бритья из этой серии. Мне этот запах настолько приелся, прям надоел. Вот. Поэтому мне больше всего понравился запах вот этого вот. Геля. Это увлажняющий гель для душа. На себе, конечно, я его проверить не могла, как он там увлажняет, не увлажняет. Ну, очищает вроде как хорошо. Вот. И запах у него очень приятный. Также вот закончился у меня вот такой вот гель. Цветы и ягоды. Это пион ежевика. Брала я этот гель, чтобы использовать как жидкое мыло для рук. Так я бы его использовать не стала. Запах мне не очень понравился. Так, гель, как гель. Нормально очищает руки. И напоследок закончился мой самый любимый гель для душа. Из Ифраше Жордан Дю Монт Бразильская кофе. Это кремовый гель. У меня к нему просто рука постоянно тянется, чтобы им попользоваться. Естественно, у меня ему замена уже стоит. То же самое. Без него уже никак. Так, прям советую попробовать очень хороший гель. После него вот как-то кожу не так сушит, как после других гелей. Вот. На этом мои баночки закончились. Надеюсь, было вам интересно послушать мое мнение о тех продуктах, которые у меня побывали. На новых встреч. Всем всего хорошего. Пока-пока.